Женские фото в инстаграм, которые отталкивают серьезных мужчин. Поэтому сейчас я в этом видео перечислю фотографии, которые я не рекомендую использовать в своем инстаграм, или ошибки, которые делают некоторые девушки. Ко мне вот такое должно быть отношение, да? Вот что я такая вся классная, ко мне так относится? Конечно же, если тебе подарили 101 розу, обязательно, чтобы об этом знал весь мир. Обязательно, чтобы об этом знал весь инстаграм, потому что твоя цель привлекать спонсоров, твоя цель привлекать любовников, ухаживателей и там типа путешествовать за их счет их внимания. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». Перед тем, как мы перейдем к сути видео, прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк и обязательно смотри это видео до конца. Инстаграм все больше и больше там людей, все больше и больше там девушек и мужчин. И я считаю, что это один из крутых способов привлечения мужчин. Можно для этого использовать и правильно, так сказать, оформлять свой инстаграм. Если говорить на сайтах знакомств, то большинство мужчин после первичного общения не говорят «Скинь, пожалуйста, твой инстаграм». Почему? Потому что, посмотря инстаграм человека, можно иметь о нем какое-то представление. Как он живет, как он мыслит, можно почитать посты, посмотреть на фотографии, что он в себе ценит, что он чаще всего показывает на фотографиях. И даже, я думаю, что и вживую, когда мужчина знакомится с девушкой, все чаще сейчас запрашивают, говорят «Дай, можешь, пожалуйста, скинуть ссылку на инстаграм?» «Смотрю твой инстаграм». Поэтому сейчас я в этом видео перечислю фотографии, которые я не рекомендую использовать в своем инстаграм или ошибки, которые делают некоторые девушки, для того, чтобы ты смогла свой инстаграм вести более эффективно. Первое фото. Цветы. Много цветов. Конечно же, если тебе подарили 101 розу, обязательно, чтобы об этом знал весь мир. Обязательно, чтобы об этом знал весь инстаграм, что тебе подарили 101 розу во весь рост. Пойми, пожалуйста, что если ты замужем и в отношениях, и ты хочешь сделать приятное твоему мужчине и в своем инстаграме показать «Смотрите, какой у меня классный мужчина, он делает для меня такие поступки», это круто. Но если ты это делаешь для того, чтобы похвастаться перед подружками, наверное, это тоже неплохо. Подружки говорят «Да, да, класс, класс». Ну, то есть, они как бы завидуют, если это твоя цель. Но если девушка думает, что если я выложу фотку в инстаграм такую, и мужчины, которые будут ко мне заходить, они будут понимать, что ко мне вот такое должно быть отношение, да, вот что я такая вся классная, ко мне так относится, и меньше, на меньше, на меньше и не согласна. Вот смотри, нормальный мужчина заходит, он как мыслит? Но если тебе дают цветы, значит, скорее всего, у тебя есть поклонники, скорее всего, у тебя есть какие-то ухажеры, которые делают тебя счастливой, если ты это показываешь тем более публично. И он понимает, что «Ну, я лишний, зачем я здесь?». Но есть другие мужчины, женатики, или, знаешь, такие мужчины, профессиональные ухаживатели. Он что, понимает? «А, понятно, что нужно делать?». Я понял, как нужно за ней ухаживать, я понял, как получить доступ к ней. И он как бы вначале вкладывается, девушка на это, так сказать, открывается, получает свое и расслабляется, получает свое и исчезает. Получает свое и оказывается, выясняется, что он в итоге женат. Поэтому, если твоя одна из целей, или хотя бы не цель, а намерение привлекать нормальных, серьезных мужчин, здоровых психологически, я не рекомендую показывать публично, ну, подарки, ну, то, что тебе дарят, там, цветы, какие бы они красивые ни были. Показывай это в закрытых группах, в которых вы там с подружками, где-то в чатах, Telegram, WhatsApp или Viber, там обменивайтесь такой информацией. Следующие фотографии. Это касается девушек, которые с детьми, у которых есть дети или ребенок от прошлого, так сказать, союза с мужчиной. И это сейчас девушка в разводе, может быть, она вдова. Обычно у них какая подпись? Мама лучшего сына, мама лучших детей, я лучшая мама. У них такая подпись в шапке Instagram. И если посмотреть на ее фотки, то у нее одна фотка, где она сама, например, или там где-то с подружками, и три фотки с ребенком. Одна фотка сама и три с ребенком. То есть больше половины или очень много фотографий с ребенком. Опять же задай себе вопрос, для чего тебе это? Если тебе важно, ну как бы, иметь фотографии с ребенком, ну пожалуйста, веди отдельный Instagram своего ребенка и пости там с тобой фотки и так далее. Если ты хочешь, чтобы твои друзья были в курсе твоих событий с ребенком, если это твоя цель, то да, хорошо. Или же, может быть, ты, я не знаю, может быть, ты ведешь Instagram и зарабатываешь деньги на рекламе, и у тебя аудитория мам, наверное, тоже тогда это нужно. Но если не то, не другое, то есть твоя цель привлечь нормального мужчину, или не цель, а намерение. И он заходит и видит, дети, дети. Не то, что он ребенка боится. Я не говорю, что нужно скрывать ребенка. Мне кажется, это не совсем нормально, когда женщина зациклена на ребенке. Когда вся энергия внимания на ребенке. Я считаю, что у здорового человека, в первую очередь, внимание должно быть на себя. И у здоровой мамы и женщины внимание на себя. И это не про эгоизм. И тогда ребенок будет смотреть за мамой, идти по ее примеру. Отталкиваться, в первую очередь, от своего счастья, а не я сейчас ребенка сделаю счастливым, и тогда я сама буду счастлива. И мужчины, они боятся таких женщин, потому что такие женщины обычно ищут отца ребенку. Они ищут спасателей, волшебников. И он понимает, что я не хочу быть отцом ребенка. Я хочу, в первую очередь, быть мужчиной. Чувствовать себя мужчиной, а не чтобы мне видели спасатели или, я не знаю, там, заменителя папы. И да, когда мужчина принимает тебя как женщину, тогда он примет тебя и с детьми. Но для этого не нужно в каждой фотке показывать ребенка. Я считаю, что, ну, должен быть какой-то, ну, например, если это твой Инстаграм, ну, наверное, там, 8, ну, я не знаю, там, 9 фоток и 10 с ребенком. Или там, ну, хотя бы 8 фоток и 2, ну, какое-то соотношение, 1 к 5 хотя бы. А лучше 1 к 10. И просто, опять же, просто задаю себе вопрос, зачем я это делаю? Но ты скажешь, да мой Инстаграм вообще никто не видит, и вообще мне нет цель там мужчин создавать семью с новым мужчиной. Окей, тогда вообще не слушай это видео, тогда это видео к тебе не относится. Следующая фотография. Это немножко странно может звучать. Я был, недавно выступал на большом таком форуме, там было тысячи людей. Я выступал, и подошла после выступления девочка, которая была в команде организаторов. И она мне говорит, слушай, Ярослав, покажи Инстаграм, слушай, как тебе мой Инстаграм? Я смотрю, у нее на каждой там 10, ну, каждой 8 фотографии фотография с парнями. И часто с одним парнем фотки повторяются. Ну, короче, фотографии с парнями. Я говорю, слушай, ну, ты пойми, пожалуйста, что мужчина заходит, он же не разбирается. И даже если бы ты мне, говорю, не сказал, я бы подумал, что это твой парень, а это оказывается твой друг. Но, ну, хотя бы подпиши, что это мой друг, или я с другом, или я со знакомым. Просто подпиши это. Но пойми, обычно мужчина, он быстро смотрит Инстаграм, он же не вчитывается в каждую букву. Поэтому, если у тебя есть фотографии с какими-то парнями в обнимку, или с парнями с каким-то на мопеде, на Бали, или на мотоцикле, или где-то в машине. Но, опять же, у мужчины складывается впечатление, что ты занята, что у тебя есть мужчина, у тебя там есть какие-то поклонники, которых ты прям публично показываешь. Поэтому, если вдруг у тебя есть фотографии с бывшими, которые уже бывшие, или с какими-то парнями-друзьями, я бы рекомендовал лучше такое не постить. Или же, если постить, то как-то конкретно, понятно подписывать, чтобы без сомнений было понятно, что это не твой парень и не твой бывший. Следующий пункт, он может быть немножко спорный. И тут как бы есть две крайности. Эта ошибка касается фотографий с фигурой. То есть, когда у девушки в инстаграме очень много фотографий сексуального характера. И да, если, опять же, ты зарабатываешь на этом, на таком инстаграме, ну, наверное, тогда тебе это нужно. Но в чем проблема, что тогда ты привлекаешь мужчин, которые, в первую очередь, заинтересованы в твоем теле. Плохо ли это? Да это неплохо. Преступление это или нет? Все ли мужчины будут такие? Нет. Конечно, среди них будет и нормальный. Но в том и проблема, что тебе будет сложно разобраться, где кто какой. И не говорю, что если мужчина хочет секса, значит, он плохой или несерьезный. Просто, опять же, то, как ты себя позиционируешь, так ты и привлекаешь много разных каких-то мужчин, которые привлекаются на что-то. И с другой стороны, не должно быть и такого, что на всех фотках у тебя только лицо или только выше пояса. Или, блин, не пойми, какая фигура. Я считаю, что у тебя должны быть фотографии, по которым понятно, какая у тебя фигура. Но, пожалуйста, не заигрывайся и не делай так, что у тебя весь инстаграм в твоих попах, сисьях и прочих в разных ракурсах. И, опять же, если твоя цель привлекать спонсоров, твоя цель привлекать любовников, ухаживателей и там типа путешествовать за их счет их внимания, тогда, наверное, ты делаешь все правильно. Более подробно на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция» мы разбираем такие темы, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения, которые длятся не только одну ночь, счастливыми не только первые три года влюбленности, не только до рождения первого ребенка, а столько, сколько ты сама захочешь. Если тебе это важно в этом разобраться, прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. Если это видео было для тебя полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, пиши твои вопросы в комментариях и передавай это видео подружкам. Пока!